Вот это книги. Это мои книги. Вот. Вот по этим книгам выросить что-то можно, так? А вот это вот ещё раз. Дело в том, что нам противостоит официальная наука. Вот кандидат наук, старейший учёный, якобы учёный. Она на самом деле ничего не знает толком. Помните, этим уксусом поливала муравейник? Это ещё было до того муравейника лесного. Я чуть не плакал, когда муравьёвы не сажали. Вот. Учёный, который вместе со своим помощником такой же клоун. Нет, просто клоун. Она не клоун. Она просто знает, как деньги зарабатывать. Может её уважать за это надо. Вот сейчас они уничтожают дерево. Яблони. Они до этого не сажали. Они отрезали все вот эти веточки, веточки, веточки. Всё-всё-всё вот так отрезали. Но этого мало. И, конечно, она будет болеть, она долго не проживёт. Но чтобы наверняка, вот что они натворили. А потом, после всего этого, я уже думал, всё. Достаточно пилок, чтобы погибло. Я просто примеры привожу. Куда нам, как тот говорил Чапаеву, куда крестьянину податься? Ещё взять вот эти вот обмазы. Что вы думаете? Потом сейчас чуть пропущу. Обмазы, да? Вот. Тут немножко не по очереди. А потом, так и написано. Ствол к липкой ленте. Липкой. Причём липкой не снаружи, как бывает это. Кто поумнее. А внутри. И вот всё сделано. Всё. 100% смерть. Ну, где это дерево? Прошло год или два. Вот. И вот получается, что нам с вами, ну, что надо делать? Надо времени от времени возвращаться к этому. Вот сейчас будет опять кусочек. Мой брат вырежет. Вот. Как он назовёт? Сказать? Сказать? Ну, короче, это самое. Слово дурдом точно там будет. Смотрите. Убрав всю листву, оставив голодными червей, они взяли. Гислород подают. Я уже не мог. Я вам показывал. Но я о том, что я эти сюжеты выслал Путину и Лукашенко. Ну, остановите же их-то. Она туда подаёт кислород. А теперь, представьте, сотки три, с которого ограбленные черви. То есть, оттуда вы всё до последнего листика убрали, да? И тут кислород подаёт. Она сейчас уничтожает червячные ходы. А червячные ходы, запоминайте, рация, вентиляция, канализация. А она сейчас уничтожает. Ну. Поняли, для чего мы нужны с вами? Теперь научил, а теперь он будет. Давай ему вилы, на, коллеги. Вот. Боженьки мой. Что вы творите? Как вас туда пустили, а? Как? Вот я понять не могу. Вот кто-то же должен был. Ну. Как вот это вот взять и уничтожить дерево? Ну, блин, Санна, я боюсь тебя ещё долго, это самое, ждать придётся, пока тебя в качестве альтернативы выпустят на большой экран. Хочешь, правду скажу? Вероятность? А что говорится, так грустно. Это таичные следы. Грибов. Нашла хоть один след грибочка? Это я в качестве ученицы показываю, что мы должны оставлять вот такие пни. И тогда дерево проживёт максимальную жизнь. Раз уж мы вынуждены отрезать, то только оставляя по ней. Всё наоборот. Вся гигантская литература, гигантская это, что надо делать рано на кольцо, и это будет правильно и безболезно. Вот надо как. А вот она знает. Я вот думаю, Лена Санна, ну, а вдруг случится что-то. Тебя выпустят на большой экран. После первого же твоего лекции, на это где окажешься? Правильно, брат, у Красноярска. Да ещё возьмут ли обратно на свою работу? Кажут, ты что натворила-то? Это же святое, рано на кольцо. Без этого дерева жить не может. Без рано на кольцо какое здоровье? Полукрывная форма персика. Берём нижние ветки. Без всякой хитрости накрыли этими самыми поленцами. А это пусть растёт вверх. Замерзёт. Вот эти подняли и всё. Но! Ещё раз. Без всякого укрытия. Где? Это я вернулся обратно. Башкирия. Вы что думаете? Башкирия – Крым? Вот. Но! Раз это всё-таки фильм какой-то степени учёбный, учёный, то тогда, раз он всё-таки учёный, то тогда, примите этот совет. Это должно быть страхово. Полукрывная форма. Субтитры создавал DimaTorzok